Многовековая история российского текстиля. Около полутора тысяч экспонатов. Самую масштабную ретроспективу ивановских ситцев последних лет представят во Владивостоке в рамках проекта «Коллекционируя Россию 100% Иванова». Образцы тканей 18, 19 и 20 веков, советский агитационный текстиль редкости и древности из личной коллекции мецената и просветителя Дмитрия Бурылина. Открытие выставки состоится 16 мая в главном корпусе музея имени Владимира Арсеньева. А все подробности о масштабном событии узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Анна Александровна Щербакова, руководитель музея города. Здравствуйте. Сергей Владимирович Конырев, директор Ивановского государственного историка Краеведческого музея имени Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Здравствуйте. И Галина Алевтиновна Карева, руководитель музея Ивановского ситца. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, выставка уже проходила не только в Москве и Санкт-Петербурге, она также проходила и в Лондоне, и в Ахрине. Однако во Владивосток приехала самая большая, можно сказать, коллекция, которая когда-либо выезжала из музея Ивановского ситца. Почему так вышло? Как Владивосток удостоился такого события? Во-первых, мы поддержали тот проект, который есть во Владивостоке. Проект называется «Коллекционируй Россию». Нам очень интересен этот проект, нам очень интересен этот регион, где наши фабриканты когда-то торговали, где они приобщались, где они изучали. Но я думаю, о проекте расскажут наши коллеги из музея Арсеньева. Конечно. Ну, проект «Коллекционируй Россию» в этом году реализуется уже четвертый раз, четвертый год. В общем, мы придумали этот проект как пятилетнюю программу. И его миссия такая, этого проекта, это показать коллекции, уникальные коллекции, коллекции, существующие в единственном экземпляре в нашей стране из региональных музеев России. И уже приезжала Муромская коллекция, приезжала коллекция пермской деревянной скульптуры, коллекция новгородских брестяных грамот. И вот в этом году мы представляем жителям Приморского края коллекцию ивановских тканей, ивановских ситцев, ивановского текстиля, по-разному можно называть. Потому что коллекция, которая... Ну и собственно граффигуру Дмитрия Геннадьевича Бурылина, основателя этого музея, и основоположника коллекционирования текстиля в Иваново. Потому что нам был интересен сам этот музей, у нас совпали интересы друг к другу. Сам музей, который действительно представляет себе тоже, не побоюсь этого слова, уникальную историю в музейной истории страны. И сама коллекция, которая в таком масштабе, в таком виде, в такой степени изученности. На сегодняшний момент, как мне кажется, я не ошибаюсь, в стране есть только в Иваново. Мы хотели показать жителям города вот это вот чудо под названием «Ивановские ткани». Насколько я знаю, конкретно сотрудники музея имени Арсеньева города Владивостока ездили в Иваново, помогали отбирать экземпляры для предстоящей выставки. Расскажите об этом, как это было? Ну, у нас, так как четвертый год реализуется проект, у нас уже отработанная технология, мы на старте проекта определяем рабочую группу, в которую входят сотрудники Приморского музея и сотрудники музея, с которыми мы работаем, в данном случае музея Ивановского, историка Краеведческого. И мы отбираем коллекцию не просто так. Мы придумываем сначала высказывание, то содержание, ту идею, которую мы хотим. Мы хотим преподнести жителям, рассказать эту историю. И дальше под эту историю конкретную мы отбираем уже экспонаты. Процесс этот довольно долгий. Это не значит, что мы приехали на два дня и с коллегами и хранителями, и с Галиной Алифтиновной быстренько, значит, отсмотрели 600 тысяч экспонатов и сказали, ну вот это берем, вот это не берем. Мы в первый приезд определили какие-то границы, параметры, по которым мы отбираем, были определены какие-то ключевые экспонаты. А дальше еще, по-моему, полтора месяца мы переписывались, коллеги отправляли нам изображение, мы говорили, что вот это мы берем, это не берем в соответствии с той концепцией, которая была разработана. Потому что если этого не будет, то когда ты попадаешь в хранилище музея, в котором большое количество экспонатов, ты теряешься, и тебе хочется взять все, на что падает твой глаз. Но все взять невозможно, поэтому система отбора, она всегда определяется в самом начале. А Галина Алифтиновна, сколько экспонатов насчитывает сегодня музей Ивановского сица? Ну, наша коллекция одна из самых крупных и в России, и в мире. 550 тысяч образцов тканей мы храним в нашей коллекции, в нашем музее. Я представляю, насколько сложно было определиться, потому что я уже, открою секрет, видела, когда выставка была в процессе монтажа, практически готовая. Я видела эту замечательную экспозицию, и, безусловно, это безумно интересно. Хочется посмотреть все, хочется, конечно, потрогать, но трогать нельзя. И это, безусловно, отражает нашу историю, потому что мода и история, они всегда связаны, естественно, где мода, там и ткань, как же без нее. Поэтому, безусловно, всегда интересно посмотреть на историю в такой интересной ипостаси необычной. Мы еще вернемся обязательно к нашей экспозиции, но мне бы сейчас хотелось отдельно поговорить о музее Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Это тот человек, который начал собирать эту замечательную коллекцию. Вам слово. Я вот хотел бы еще добавить немножко о приезде наших коллег с Дальнего Востока к нам. На самом деле было два визита. Первый раз приехали вместе с коллегами из Хабаровска, из Петербурга, с культурного форума. Директора и зон директоров. Да, да, да. Это было первое знакомство такое. И надо сказать, что вот в ходе этого первой встречи немножко даже планы поменялись, потому что вначале были ориентированы на подбор агитационных ситцев, но когда увидели всю коллекцию, то были очарованы и тканями более старшего происхождения, более древними. Кроме того, ведь на этой выставке показываются не только ткани, но и технологии, элементы. Ну, всю ее невозможно воспроизвести, но идет рассказ о том, как это делалось. Сейчас некоторые элементы этой технологии сейчас утрачены уже. Сейчас просто невозможно воспроизвести уже такие ткани, такое качество рисунка, несмотря на все современные достижения. Это поражает, действительно. Да. Еще интересно отметить, что нам удалось, хотя не очень хорошее было время года, это был конец ноября, тем не менее нам удалось возить коллег, немножечко повозить их по нашему региону, в частности в Плес мы съездили, и они были очарованы этим тихим местом. Абсолютно. То есть абсолютно, да, очень интересные впечатления это все произвело. Это, я думаю, тоже как-то повлияло на подбор коллекции. А что касается в целом коллекции Дмитрия Геннадьевича Бурылина, мы вот, кстати, сами не разделяем фонды нашего музея на музей Ивановского СИЦа или там, скажем, другой музей промышленного искусства. У нас общий музей, стоящий из нескольких отделов, это отдельные музейные здания, один из этих отделов, один из самых главных отделов, это, конечно, музей Ивановского СИЦа. И всего количество единиц хранения приближается к 800 тысячам. Это огромный музей. Мы считаем, что он недооценен жителями нашей страны. Мы часто видим реакцию, когда люди приезжают, первый раз знакомятся с музеем, действительно, у них глаза становятся круглыми, удивленными. Так это так они не знают. Они не ожидают этого, да. Поэтому мы сейчас стратегически нацелены на то, чтобы всячески популяризировать наследие Дмитрия Геннадьевича, вывозить наши предметы в другие регионы. И не только СИЦа, мы сейчас активно пропагандируем оружие из коллекции Бурылина, нумизматику. Вот в данный момент коллекция оружия экспонируется в Казанском Кремле, а нумизматическая коллекция в Ярославском музее-заповеднике. Так что, видите, у нас три выставки на выезде одновременно теперь. И я надеюсь, мы будем это продолжать в дальнейшем. Сергей Владимирович, а что за человек был Дмитрий Геннадьевич Бурылин? Почему он начал заниматься таким делом, как создание музея? Дмитрий Геннадьевич был очень увлеченный человек. И вообще такое имя его регионообразующее. То есть в культуре нашего региона он занимает одно из самых первых мест. Фабрикант, меценат, входивший в число богатейших людей Иваново-Вознесенска, он вот эти все средства расходовал не на удовлетворение личных потребностей, а на пополнение коллекции. Ну вот представьте, сохранилось письмо одной из его дочерей, которые пишут подруге такие слова. «Сегодня на обед опять были пустые щи, потому что папенька ездил в Европу пополнять коллекцию». То есть жили они очень скромно, несмотря на то, что были люди весьма богатые. И откуда пришло это его увлечение? Ну, видимо, от деда. Он унаследовал коллекцию от деда Деодора Андреевича, купца третьей гильдии. В возрасте, когда самому Дмитрию Геннадьевичу едва было 14 лет, как-то они очень рано осиротели, остались без отца. И в дальнейшем он продолжал ее пополнять, эту коллекцию. Он часто говорил, что коллекция или музей – моя душа, а фабрика – лишь только средства для пополнения этой коллекции. И при том, что он не получил системного образования, домашнее образование было в рамках тогдашнего гимназического курса. Собственно говоря, этим все и ограничилось. То есть он был тем не менее человек разносторонний, кругозор был очень широкий у него, дружил с Толстым, с другими знаменитыми людьми той эпохи. Вот такое увлечение привело к накоплению коллекции, а впоследствии он решил построить специальные музейные здания, где разместил эту коллекцию, и предполагал в дальнейшем, после своей смерти, передать эту коллекцию городу. Я знаю, что некоторые собрания коллекции настолько уникальны, что их пришлось передать даже другим музеям нашей страны. Расскажите немного о том, что это мягко сказано. Сотрудников музея никто не спрашивал, просто их забирали. Тогдашнее законодательство позволяло это, видимо, делать. Это было сделано с целью усилить какие-то небольшие музеи, региональные музеи. Ну вот, скажем, интересная история. Вскоре после Великой Отечественной войны было решено, как-то поднять, восстановить музеи, пострадавшие во время оккупации. В частности, музей города Керчь. И в Керчь уехала коллекция надгробных памятников античных, которые собирал Бурелин. Они там находятся теперь. Почти, не почти, а полностью масонская коллекция, 1300 предметов уехала в Петербург, 1200 предметов в Эрмитаже и около 100 предметов в музее религии и атеизма. Живопись из коллекции Бурелина переехала в Ивановский художественный музей. Он неподалеку расположен от основного нашего здания. Хоть недалеко от вас. Да, недалеко. И мы хоть знаем, где. Там же египетская коллекция, там же коллекция античная. Хорошо, хотя они сейчас выставляются, но не все тоже выставляется. Какие-то книги из библиотеки Бурелина, а там были вполне музейные экземпляры, переехали в Ивановскую областную научную библиотеку, а сейчас они там в фонде редкой книги находятся. Ну и вообще примерно в 40 музеях отдельные предметы находятся через коллекции Бурелина. Ну то есть мы сейчас, когда вы озвучили список, да, тех, как минимум, коллекций, которые уже передали, а то, что еще сегодня насчитывает музей имени Дмитрия Геннадьевича Бурелина, мы понимаем, насколько масштабным было его увлечение, его дело, которое сегодня помогает нам знакомиться с историей. Это замечательно. Спасибо, что поделились с нами историей этого замечательного человека. Предлагаю все-таки вернуться, конечно же, к нашей экспозиции, «Коллекционируя Россию, 100% Иванова». Выставка поделена тематически, даже, наверное, не тематически, а по историческим промежуткам времени на несколько залов. Расскажите, как именно, какие будут представлены залы? Ну, мы рассказываем о городе, вернее, о селе Иванове, о самых истоках зарождения нашего рисунка, нашей промышленности. Этот раздел называется «Ивановские сицы». Он посвящен ручному и дореволюционному периоду. «Красный Манчестер» — так называется второй период, где представлены агитационные ткани, агитационное панно. «Иваново. Город. Невест» — называется третий раздел. И большой раздел посвящен Дмитрию Геннадьевичу Бурылину, его музею, его коллекциям, его собранию. Я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Галина Алифтиновна, хочется, конечно же, подробно на некоторых экспонатах остановиться, потому что некоторые привезли специально для жителей Владивостока. Один из них мы даже увидим вообще самыми первыми. Расскажите о них, пожалуйста. Действительно, на эту выставку попало большое количество раритетов, которые редко видят жители России, которые редко видят жители мира, когда мы вывозим свои коллекции. Допустим, сюда попал платок XVIII века, который потрясает своей красотой, изысканностью, который потрясает, кстати, своими размерами. По меркам XVIII века полтора метра на полтора метра — это много, потому что в это время это узкие ткани. Ну и легендарные фигуры крестьянина, крепостного, миллионера, который давал кредиты графа Шеметьева. Сюда мы привезли ткани, которые впервые показываются, мы их действительно не показывали, это платки, которые связаны непосредственно с Дальним Востоком. Их несколько. Во-первых, Михаил Васильевич Фрунзе на платке 1928 года, потому что в рисунке, который есть по Кайме, конечно, регионы Дальнего Востока с детальным проработком карты. Сюда попали платки, на которые герои русско-японской войны. Прежде всего, гений этих мест, адмирал Макаров, которого глубоко уважают на Дальнем Востоке. Но этот платок, очевидно, был гением и семьи, в которые он бытовал, потому что у нас отстрочен ровно по среднику, им была накрыта такая круглая подставка, и причем повреждений на самом портрете Макарова нет. То есть он как икона. Берегли его. Очевидно, человек этот был связан, это родоначальник с русско-японской войной. Ну и сюда приехали эскизы, которые не видел вообще никто никогда, кроме художественного совета декабря 1930 года. Художественный совет отклонил два рисунка. Он, представители администрации, художники маститые, решили, что агитационные вот эти рисунки, они не достойны того, чтобы появиться на ивановских тканях. И там есть надписи «Отклонили». В том числе рисунок очень молодой, очень талантливой художницы Дарьи Пребраженской в ЭКПБ. Там даже расписали детально, что вот такая аббревиатура и славянская вязь, что недопустимо, в общем-то. Мы эту коллекцию собрали, получили только недавно. И это вообще дебют этих эскизов. Вообще их выход первый в свет. Даже ивановцы не видели. Даже ивановцы не видели, поскольку эта коллекция еще находится в стадии обработки. Это, безусловно, большой подарок для жителей Владивостока. Спасибо вам огромное за это. И мне хочется, чтобы Анна Александровна рассказала также о том, помимо того, что будет работать замечательная экспозиция, безусловно, будут также мастер-классы, например, я знаю, в рамках. Да, выставка открывается 16 числа. И мы ждем посетителей. Начиная с 17 мая на выставку, мы уже в рамках этого проекта, четвертый год, приурочиваем открытие к ночи музеев. Такой подарок жителям города. Будут предлагаться на выставке и экскурсии. Вот как раз Галина Алифтьевна с коллегами будет сейчас проводить такие обучающие экскурсии и уже проводит для сотрудников музея. Для детей будут проходить мастер-классы, на которых можно будет, в частности, попробовать себя как мастером набойщика, мастерство набойщика, и попробовать составить свой орнамент, сделать свой небольшой платок. Мы благодаря коллегам сделали такие специальные небольшие набойные клеймы, которые позволяют неподробно воспроизвести искусство набойщика, но хотя бы попробовать себя, каково это быть специалистом по изготовлению тканей в XIX-XVIII веке. И другие мастер-классы и занятия запланированы на этой выставке, которая будет работать в музее до начала сентября, и она еще у нас приурочена, как раз будет проходить в те дни, когда проходит Восточно-экономический форум. Я хотела бы вас спросить, как вы сказали вначале, замечательно, это знакомство сотрудников нашего музея, сотрудников вашего музея в Иваново, оно сказалось очень удачным и очень плодотворным, потому что подтверждает это наша выставка «Коллекционируя Россию 100% Иваново». Может быть, есть в планах дальнейшее сотрудничество? Расскажите об этом. Ну, тут мы скорее будем, наверное, сотрудничать дальше не в выставке, и в выставочной деятельности. Пока таких планов мы не обсуждали, но нам хотелось бы продолжить наше сотрудничество в исследовательской работе. Это связано с некоторыми коллекциями, которые хранятся в Ивановском музее. Они связаны с русско-японской войной, с коллекцией фотографий негативов. Вот сотрудник музея, замдиректора музея Ивановского историка-краеведческого Дмитрий Орлов к нам приезжал в свое время на конференцию, который проходил Дальневосточный форум региональных музеев. И тогда, вот впервые мы провели переговоры о данной выставке, и тогда шел разговор о совместной исследовательской работе по некоторым экспонатам и коллекциям, связанным именно с этой историей русско-японской войны. Сергей Владимирович, хотите добавить? Вот вчера я, осматривая коллекцию музея имени Арсеньева, с удивлением обнаружил, что многие элементы оружейной коллекции пересекаются с оружейной коллекцией Дмитрия Геннадьевича Бурелина. Есть просто очень сходные экспонаты, или однотипные. И здесь как раз информационный обмен, изучение обеих коллекций, дальнейшее атрибутирование может принести обоюдную пользу. Я надеюсь, мы этим займемся, потому что у нас оружейная коллекция тоже плохо еще изучена, плохо обработана, там совершаются открытия до сих пор, хотя уже много времени прошло. Так что, конечно, это научный обмен, мы будем продолжать. Удалось ли вам уже познакомиться с достопримечательностями Владивостока вне стен музея? Ну, не в полном объеме еще. Тоже город очень интересный, большой. Я вчера в течение всего дня почти ходил по центральной части города пешком, в том числе и меня познакомили с удивительными двориками. Владивосток — город двориков. Очень интересно. — Галина Лептиновна, а вам? — Ну, вот тоже как бы только пешеходные экскурсии, потому что нам главное построить выставку, нам главное сделать информационную кампанию, нам главное показать сотрудникам мастер-классы, научить их, показать сотрудникам, не только сотрудникам экскурсии, ну, а потом уже, я думаю, что мы посмотрим город, окрестности, остров русский. — Я желаю вам удачного отдыха во Владивостоке. И я бы хотела, чтобы сейчас вы пригласили гостей и жителей нашего города на выставку «Коллекционируя Россию. 100% Иванова». Вам слово. — Да, мы очень ждем всех жителей Владивостока и гостей вашего региона. Действительно, не всем доводится выбираться в центр России, а здесь такая прекрасная возможность увидеть уникальные вещи, которые не видели даже еще и жители города Иванова. — Открытие состоится 16 мая в 17.00. Всех приглашаем, всех просим прийти. Это действительно великолепная выставка, это стоит увидеть, она уникальна. И спасибо вам огромное за вашу работу, за то, что вы делаете, вы храните нашу историю и даете нам возможность знакомиться с ней в очень интересном формате. Спасибо вам большое. — Вам спасибо. — Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова